Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель Искусства. С вами Мирослава. Отшумели январские праздники, но впереди февраль. И он тоже нас порадует прекрасными днями, замечательными праздниками. Один из них это светлый праздник, День Святого Валентина, День Всех Влюбленных. Лично я этот праздник очень сильно люблю и всегда его жду с большим удовольствием, радостью. И, конечно, мы будем устраивать романтические дни, вечера друг для друга. И если днем у вас не получится провести время вместе, то вечер, конечно, можно посвятить друг другу, устроить романтический ужин. Романтический ужин это не только вкусная еда, но и определенная атмосфера. И, конечно, это свечи. А свечи это значит подсвечники. И сегодня я предлагаю сделать подсвечник для такого ужина, для вашего вечера своими руками. Вот такой оригинальный и обыкновенный подсвечник мы с вами сегодня будем делать. Сегодня для работы вам понадобятся стеклянные рюмочки, шары, грунт, акриловая краска, кисти синтетические, молд силиконовый и глина, поталь. Ну и что еще в работе будем применять, будет всегда в описании ниже под видео. Обращайте на это внимание. Вначале вам необходимы елочные шары, самые обычные, пластиковые. Я думаю, что в принципе у вас дома должны оставаться такие. Если нет, они еще продаются в магазинах. Я уже срезала эти выступающие держатели для ниток с помощью канцелярского ножа. Они нелегко срезаются, ничего сложного в этом нет. Далее мне надо их соединить между собой. Я это буду делать с помощью клея. Кристалл, моменты, ель, клей. В общем, клей, который достаточно цепкий и быстро схватывает. Должно использовать. И вот таким образом я их соединю между собой. Шарики соединились между собой, хорошо склеились. Далее мы приступаем к приклеиванию шаров к рюмке. Рюмки тоже самые обычные. Чем дешевле, тем лучше. Почему? Потому что более плотное стекло. Уже какой формы они будут и высоты, это вы уже по своему вкусу, усмотрению выбираете. И донышко, чтобы было такое достаточно ровное, смотрите, да. Аккуратно, чтобы свечка могла спокойно себя чувствовать. Так, сейчас будем приклеивать шарики к рюмке. Здесь главное ровно сразу это сделать. Входим по краешку. И ровно старайтесь сделать это сразу ровно. И вот таким же образом клеим вторую рюмочку. Основа готова, все хорошо схватилось. Следующим этапом мы будем наносить грунт. Прежде чем нанести грунт, обезжирьте всю поверхность спиртом или спиртосодержащим какой-нибудь жидкостью. Так, я все уже обезжирила, подготовила. И сейчас грунт. Грунт я буду использовать черный. Просто кисточкой. Очень круто. Очень круто. первый слой грунта нанесен пока он будет сухнуть мы сделаем объемные элементы для украшения для этого нам понадобится такой молд глина у меня совершенно обычная а И лишнее с помощью мастихина уберем. Вот такие нам надо сделать четыре штучки. Смотрите, для этих объемных элементов вы, конечно, можете использовать другие материалы, какие у вас есть дома, пульпа, древесная, жидкий пластик, как вам удобнее. Но по моему личному мнению, для мелких элементов совершенно спокойно можно пользоваться глиной самозатвердевающейся. Она не имеет резкого запаха, прекрасно сохнет, великолепно себя ведет в проявлении всех элементов. Поэтому зачем вам лишний раз испытывать эти все неприятные моменты с запахами, да. Это хорошо надо проветривать помещение. Конечно, если у вас большие молды, большие элементы, туда, конечно, лучше подойдет жидкий пластик и пульпа. А для мелких, пожалуйста, совершенно спокойно используйте глину. Она прекрасно работает, это уже проверено. Так, все элементы готовы, и сейчас мы будем их клеить к поверхности. Куда я их буду клеить? Я их буду клеить вот на места соединения, да, чтобы скрыть и украсить, и тем самым скрыть вот эти места соединения. Для этого я буду использовать клей Пыван Строительный. Кисточка. И вот таким образом мы будем приклеивать все элементы. Все элементы мы приклеили с вами. Значит, дома вы можете дать хорошенько высохнуть, сохнуть они в течение 24 часов. Вообще дома лучше все в естественных условиях сушить, никуда не торопиться. Тогда у вас будет гарант того, что ваше изделие будет качественным. И ничего не испортится в процессе. В рамках мастер-класса мы, конечно, сейчас будем покрывать. И это не страшно. Глину можно покрывать и, скажем так, влажной, не дожидаясь полного высыхания. Просто делать это более аккуратно, деликатно, чтобы не смазать, не испортить выпуклые элементы. Мы будем сейчас покрывать черной акриловой краской. Добавляем черной акриловой краской. Добавляем черной акриловой краской. Смотрите, я в процессе окрашивания специально не выравнивала краску, да, где-то оставляла даже следы от кисти. Потому что я хочу сделать такой винтажный подсвечник с налетом времени. Идеально глянцевая поверхность мне не нужна. Да, вся поверхность покрыта и сейчас надо хорошо просушить и дальше будем покрывать все поталью. Поверхность высохла хорошо и сейчас мы будем приступать к нанесению потали. Поталью мы будем использовать в листах. Для начала мы нанесем клей для золочения. Смотрите, старайтесь не покрывать все сразу клеем. Нанесите на определенный участок, где вы будете покрывать поталью. А потом продолжите дальше нанести, подождать на отлип и дальше. Потому что будут сыпаться мелкие крошки на нанесенную уже поверхность и работа будет неаккуратной. Будет приклеиваться туда, куда не надо и как не надо. И так, наносим клей. Так, клей нанесен на один из участков. Теперь нужно дождаться, пока он подсохнет. Уйдут все белые полосы. Сюда станет прозрачная поверхность и на отлип. То есть вы должны дотроиваться пальцами. Он чуть-чуть должен прилипать к поверхности. Вот, когда это все случится, нам нужно приступать к нанесению потали. Итак, клей для золочения высох. Вот, пожалуйста, на отлип. Видите, немного палец как бы прилипает к поверхности. Все, готово. Сейчас мы будем использовать поталь в листах. Она продается в таких листочках. Совершенно разные производители есть. Совершенно разные оттенки в потале есть. Используйте ту, которую вы считаете нужным, которая вам больше подходит для ваших идей. Я буду ее резать. Это, извините, профессиональная многолетняя привычка. Я много лет отдала работе с позолотой, поэтому по-другому не умею и не хочу. Вы, конечно, можете ее брать, аккуратно отрывать с помощью кисти, придерживать. Одной кисточкой отрывать, другой. Ну, в общем, можно руками аккуратно, как вам будет удобнее. У меня для этих целей есть нож, подушка и кисточка. Итак, приступим. Я буду отрезать необходимые мне элементы. Видно. Прикладывайте. Вот таким образом. Там, где у вас выпуклые элементы, вы как бы вбивая поталь креете. И вот таким вот образом. Я не добиваюсь сегодня идеально ровной поверхности золочения, потому что я еще больше после того, как нанесу поталь, я еще больше буду проходиться жесткой кисточкой и делать эту поверхность неровной. Опять-таки добиваться эффекта состаренной поверхности. Смотрите, я взяла кисточку с такой жесткой, такую же уставшую, поработавшую кисточку, жесткой щетиной достаточно. Прямо хорошенько, не боясь, прохожусь по поверхности. Такой эффект потертости создать. Приступаем к нанесению шелака. Прежде чем наносить шелак, уберите поверхность от лишней пыли и остатков потали. Смотрите, я потертости сделала совсем немного. Вы, пожалуйста, можете добиваться того эффекта, результата, которого вы хотите, который вам больше подходит. Берите побольше, проявите больше черных оттенков. Видите, шелак, он еще дополнительно выравнивает поверхность, убирает эту всю шероховатость и очень быстро сохнет. Ну и создает дополнительную защиту для потали. Сейчас шелак подсохнет, и будем покрывать сверху защитным лаком. Покрываем лаком. Смотрите, я сейчас покрою один раз лаком, но дома, в домашних условиях, вы делайте, пожалуйста, несколько слоев лака высох, хорошенько просох и еще раз покроете. Лак высох, в моем случае это один слой лака, в вашем случае 2-3 как минимум. Помните, хорошо просушить при комнатной температуре и естественных условиях, без использования фена. После чего я буду наносить хрустальную крошку. Если у вас нет хрустальной крошки, может быть, у вас есть какая-то структурная, кристальная паста, какие-то гели прозрачные, которые делают объемный эффект, красивый. Пожалуйста, все это можно использовать. Но попробуйте найти хрустальную крошку, она действительно очень хороша в работе и красиво, оригинально, можно украсить совершенно различные предметы интерьера. Итак, для этого мне понадобится клей-лак, прозрачный, нелипкий и непосредственно хрустальная крошка. Она напоминает морскую соль, если хотите. Вот я ее прям в тарелке смешиваю с таким клей-лаком. Хорошенечко смешаем. И совсем немного наношу сначала на те места, где я буду... Немного клей-лак я наношу на те места, где буду укладывать эту хрустальную крошку. И вот таким образом они уже смешались на поверхность. и вот раскладываю, да. Быстро сделать нельзя. Каждый этап надо будет ждать, чтобы кроссов, потому что она сползет, убежит у вас туда, куда не следует. Поэтому надо набраться терпения и подождать этого момента, пока она подсохнет, схватится, и продолжать. Как много ее наносить, как плотно, это, опять-таки, вы должны решить для себя сами, как вам больше нравится. Можно чуть-чуть, где-то совсем легко покрыть, да растянуть по поверхности. И когда вот клей-лак высохнет, останутся такие хрустальные крошечки на поверхности. вот с помощью лопатки, мастихина, что у вас есть под рукой, так вот ее выкладываете. вот таким образом покрываем всю поверхность. Дорогие рукодельницы, подошел к концу мастер-класс. Сегодня сделали вот такой замечательный подсвечник. Я надеюсь, вам было интересно вместе со мной. Не забывайте подписываться на наш канал, обязательно ставить лайки. Для меня это очень важно и важно для развития канала. Оставляйте свои пожелания, комментарии. Я все прочту, обязательно отвечу на каждый из них. Еще я хотела поздравить с наступающим праздником, с праздником всех влюбленных. Как вы могли убедиться на сегодняшнем мастер-классе, для того, чтобы сделать друг друга немножечко счастливее, совершенно не обязательно тратить много денег или делать какие-то дорогостоящие подарки. Достаточно проявить немного фантазии и создать романтическую атмосферу. А на этом я буду заканчивать. Всего доброго, до новых встреч. Давайте творить вместе!